Начинается программа «Особое мнение» в эфире нашей радиостанции. У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает коммерческий директор газеты «Репортер» Владимир Маматов. Володь, добрый день. Да, добрый день, Светлана. Мы не успели тебя вчера подключить дневной разворот. Ну, это ваша трагическая ошибка. И слава богу, да нет успеха, поскольку ты же пришёл в «Особое мнение». А, ну хорошо. И у нас там будет 36 минут для того, чтобы обо всём поговорить. А вчера было бы у тебя там 2 минуты. Говорить, конечно же, будем про итоги выборов, про явку, про то, удовлетворён ты или нет результатами этих выборов, с какой бы то ни было стороны, про то, как вообще всё проходило, почему так случилось. Но прежде всего, прежде всего, конечно, про явку мне хотелось с тобой поговорить. Её оценивают по-разному. Кто-то говорит, что это стандартная и нормальная для нашего региона явка, как говорит избирком. Кто-то говорит, что это катастрофически низкая явка и совершенно нелегитимна власти, которая избирается. Сколько цифр там было у нас? В среднем, если брать по палате, по всем критериям, это 30%. 30% на выборах в СССР, если я правильно помню, у нас было 36. Ну, юрунда. Просто юрунда. То есть на 6% ниже. Через 5-7 лет вот это будет реальная проблема, потому что я думаю, что явка на выбор будет падать, 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 ввиду естественные углы населения, имеется ввиду той части населения, которая привыкла к голосованию. А люди, которые не привыкли к голосованию, у которых нет мотивации ходить на избирательные участки, их будет все больше и больше. То есть ты считаешь, что вот эти 30% составляли в основном люди предпенсионного и пенсионного возраста? Конечно. Ну нет, не совсем пенсионного и предпенсионного. Дело в том, что многие люди голосуют, потому что мама и папа их голосовали. Они привыкли к этой структуре. Это ритуал. Общественный ритуал. То есть человек идет на выборы, зачем раньше, там шарики, весело, здорово, пирожки, праздники. Духовые оркестры говорят. Да, да, да. Но сейчас это гораздо скучнее, но все равно есть какое-то объединяющее общество, ну как демонстрация, к примеру, какой-то ритуал. Люди идут на него, потому что давайте займемся в воскресенье этим, сходим, проголосуем. Вот и все. Ты считаешь, что через несколько лет явка будет еще более низкая? И до какой степени она тогда в таком случае докатится, чтобы можно было сказать, что выборы не состоялись? У вас не легитие? По законодательству она у нас, если я правильно помню, состоится и при 3%. То есть мы можем ждать, что там придут 300 человек, и все равно выборы будут объявлены состоящимся. Но до какого момента общество само не будет реагировать на это снижение явки? Дело в том, что выборы сами по себе, они существуют как такая уродливая слоя канализация, то есть именно не в плане очистных сооружений, а в плане направления эмоций. В плане эмоций, ожиданий, страхов, опасений, восторгов массы по определенным направлениям. То есть выборы сделаны для того, чтобы, грубо говоря, пар этот как-то канализировал. То есть люди голосуют, они видят, что что-то меняется. Это иллюзия, но что-то меняется с точки зрения этого мнения. И успокаиваются. Эта механика, на самом деле, досталась нам от Европы, понятное дело. В Париже, я вчера говорила, как раз в кафе сидели, я вспоминал, что в Париже было за 19 век 5 революций. Вот ребята, по сравнению с нашими двумя ничтожными маленькими, ну правда у нас последствия были бы нехорошие, но и французы тоже хребнули. Но французы эти 5 революций повидали, они наелись. И у них нормальная система этого голосования, когда массы вместо того, чтобы строить брикады, там откручивали голову городовым, они спокойно совершенно идут, выбирают своих депутатов, которые там с пеной рута, ну к примеру. Эту механику взяли и наши. То есть нюанс в чем? То есть по мере того, как падает явка, возможности управлять обществом, то есть это же сами выборы, это механизм управления. Это механизм управления, это механизм не изучения, не оценки, не... Это механизм управления обществом. То есть этот механизм управления при явке в 10-15% уже не работает, потому что будут стихийно возникать варианты протестов, каких-то несанкционированных вещей, каких-то странных движений внезапных, которые мы не можем предсказать. Ну я думаю... Посмотрим еще, какие нам сюрпризы принесет электронное распространение СМИ. Я думаю, принесет... Ну вот, фашмобы уже, это начало как бы. То есть при 10-15% эта система умрет. И мы через 5-7 лет увидим, что она находится в вагоне на самом деле. Я думаю, что следующие выборы, там, ЗУЭС, Кировской гордумы, там, губернатор следующего, я думаю, тоже будет выбор. Они состоятся, все прекрасно, но дальше что делать, неизвестно. И тут как бы неприятность в том, что я... Ну я-то, вот это сугубо лично мое мнение, очень неприличное такое, неприятное, аморальное. Я считаю, что всеобщее голосование, я тебе говорю, всеобщее голосование это ерунда. Потому что я не понимаю, каким образом, зачем, почему на судьбу Кировской области, ну это же крамольная точка зрения такая, непопулярная, почему на судьбу Кировской области должны влиять люди, которым вот 18, да, у него ни кова, ни двора, ни чего за душой, ни профессии, ни семьи, ни детей, ни имущества, ни толком, ни взглядов, да. Он может прийти и повлиять. Если у меня есть деньги, ну такие-то там несколько миллионов долларов лично завалялись, да, я могу просто голоса этих людей умело купить и выиграть. То есть фактически эта власть становится зависим просто от денег. И это очень нехорошо. То есть вот это оборотная как бы сторона, это вот общего голосования тайного. Я бы за такую сегментацию, за имущественную ценность, на самом деле. Изложи, пожалуйста. Как ты считаешь, кто должен приходить, кто должен иметь право голосовать на меня? Я несколько очень часто издевался над людьми и говоришь, ребята, вот у вас нет детей, да, то есть нечего ему голосовать в Кировской области. Вот я перегнул палку, но если у тебя есть работа, есть имущество, есть хотя бы 5-10 лет проживания в этом регионе, без разницы кировская, не кировская, давай голосуй. У тебя есть, ты и этого кандидата будешь требовать у него программы. Будешь интересоваться его взглядами. Потому что, ага, этот человек повлияет на мое будущее, на мои имущественные отношения, на моих, на судьбу моих детей. Он бы говорил, ребята, я бы разобрался с ним очень плотно. Прелесть в том, что вот эти люди, которые неизвестно, кем избраны, на самом деле, неизвестно, за что отвечают, и механизмов контроля над ними нету, от них никто ничего толком и не ждет. То есть, это такая декорация, бутафория, ну, на самом деле, все это. То есть, на этом фоне, естественно, они могут выбираться, собственно, ни за что не отвечая. И вопрос там никаких не задают. Ну, какая программа у этих депутатов? Допустим, ОДПР там заявляет, мы повысим там МРОТ, по-моему, да? Там повысим МРОТ до 12 тысяч, там, до 20 тысяч, ну, какие-то такие цифры называют. Ну, это жозофрения же нормальная. Всем понятно, что возможности повысить до 19-ти, ни у какой ОДПР, Единая Россия, даже если все вместе соберутся, у них нету. Это логика, чистая логика. Но для... Я помню эту ситуацию, когда женщина, которая... Мы разговаривали о растворе выборов. Да, она мать-одиночка, у нее мало денег, у нее очень плохо. Она будет голосовать за ОДПР, потому что они обещают. Это эмоционально. Это нелогично. Но она голосует. А скажи, пожалуйста, вообще результаты этих выборов конкретных больше эмоциональны или все-таки основа на логике? Результаты всех выборов эмоциональных, практически всех. Голосуют за людей, которые нравятся, или людей, которые чем-то, как-то убедили в том, что на них в чем-то можно положиться. Давай в таком случае рассмотрим хотя бы кандидатов в губернатор, а потом перейдем в городскую думу. Посмотрим, за кого проголосовали в итоге кировчане. За того, кто обещал больше? Так нет. Дело в том, что голосовали за какую-то очень простую конкретику. То есть, в моем понимании, за Васильева проголосовали из-за дорог. Ну, это глупое убеждение. Меня могут смеять какие-нибудь суперпрофессиональные политологи. Они всегда водятся в нашем заповеднике. Но мне кажется, из-за дорог. Потому что человек сделал. Он ли это сделал? Сам ли это сделал? Его неважно. Но заслуга приписывается народу. Ему то, что он отремонтировал эти дороги. Прекрасно. Каждый день, едущи по этим дорогам, своей пятой точкой, ты чувствуешь самый главный аргумент в пользу Васильева. Молодец. Что сделал Кирилл Черкасов? Сотографировался с папочкой. Я говорю, там можно подписать Вере Крауза, то есть реклама канцеляции принадлежности. Ему бы рекламировать мужские костюмы и канцеляции принадлежности. А Мамая тоже все понятно. Я когда проезжаю мимо, проезжал, и сейчас, по-моему, если это с чьим, где написано. Голосуй за своих? Не, не, не. За земляка-то бог с ним. Земляка советская мне такое интересное тоже. Но дело не в этом. А в том, что слоган какой-то, КПР, там, отступать некуда, сделаем шаг вперед. Вот ты чувствуешь, что тебе некуда отступать. То есть нащупало ли я дно? Да, да. Нет, я чувствую, что еще можно падать. Вот, так понимаешь, большинство людей нормальных, которые живут в этой области, мне кажется, они не чувствуют себя прижатыми к стенке врагами. Понимаешь, то есть там надо доставать, откапывать какие-то винтовки, значит, вилу вооружаться и громить этих супостатов. Ничего этого нет. На крайней мере, не здесь супостатов ведь нам показывают, они далеко за океаном. Ну, это не раз, но это официальная политика, да. Ну, можно посмеяться на эту тему довольно долго и много, но вот КПРФ, я не понимаю, кого и к чему они призывают, какой процент населения. Замамаева проголосовала, сколько там, не помню, смотри, пожалуйста. Не сейчас, попозже. А, ну, хорошо. Ну, Замамаева что-то проголосовала, там, Сочеркассово что-то проголосовала. В ДПР, кстати, у них денег больше и реклама побольше, то есть все нормально, поэтому, скорее всего, результат у них больше. Но, в содержательном плане, ничего. Плюс, самое главное, это, разве люди голосуют за людей, фактически, или за, кто-нибудь знает политическую программу «Единой России», я не знаю. То есть, она существует, какие-то буквы, слова есть, что-то есть, но эта программа, серьезно, что-то, вы шутите. Или, там, ОДПР, это программа, это бред. Как и у КПРФ, там, что они собрались отнять и поделить в очередной раз, или что там ОДПР собиралось, там, всех привлечь, как... Жириновский ответит, наверное. Жириновский, ты можешь ответить кому-то где-то как-то. Нет, все проще. То есть, люди голосуют за систему управления, систему распределения. То есть, вот, есть Васильев, который показывает, вот так работает система. Все. Мамоев набрал около 19% голосов. Ну, прекрасный результат, между прочим, прекрасный. Ну, он улучшил, кстати, когда-то свой результат по сравнению с 2014 годом. Я тебе, знаешь, что хотела спросить по поводу тех заявлений, которые делали, раз уж ты начал эту историю, делали на своих предвыборных агитационных плакатах кандидаты в губернатор. Почему голосуем за «Единую Россию» или, там, кандидаты... Я уж теперь даже не помню, это на Васильевском висело плакате или в Гордуму, и там, и там были обещания. Васильев обещал дороги, еще дороги, еще детские сады, еще деньги какие-то, да, еще много чего. А «Единая Россия» говорил, почему за «Единую Россию» и два пункта. Потому что партия Путина, и второе, потому что гарантированное попадание в федеральные программы. То же самое и Васильев, точно он здесь, да, он тоже говорил при Васильеве, а он «Единая Россия». Гарантированное попадание в федеральные программы. Почему ни один другой депутат не использовал, кандидат в депутаты или губернатор не использовал это? Почему федеральные программы используются как некий кошелек, который существует в рамках государственного бюджета, но почему-то принадлежит «Единой России»? Ну, это правильный вопрос, но логика-то неправильная. Если деньги государственные, а Единая Россия – партия правящая, то КПСС мы не забыли. То есть люди воспринимают все это абсолютно едино. Есть большая, хорошая партия Единая Россия, которая может повлиять на какие-то процессы. Маленькие партии, коммунисты, вряд ли так сильно повлият. Ну, не логично будет, если они заявят, что могут федеральным ДНГ распоряжаться, правильно? А если Единая Россия заявляет, то вроде бы логично выглядит, она же большая, значит, она распоряжается. То, что это никакого отношения к действительности не имеет, люди этого не знают просто. Вот и все. Владимир Маматов, это его особое мнение, мы сейчас слушаем, через несколько секунд вернемся в студию. Не видит никаких больше перспектив. Это мы уже начинаем обсуждать пост Антона Касанова, посвященный результатам выборов. Обсуждаем здесь, в этой студии, с Владимиром Маматовым. Это его особое мнение. Вы, слушатели, сейчас имеете удовольствие слушать. Простите за тавтологию. Итак, Володя сказал, что пост, который написал Антон Касанов… Но это же о чем-то свидетельствует. Потому что господин Касанов известен довольно активно о просветительской позиции в этом регионе. Нельзя сказать, что ему все равно, что будет с этой областью. Каким образом вот этот кадровый голод в кировской политике влияет на богосостояние кировской области? Это очень интересно. Мне бы хотелось услышать ответ того же Касанова. То есть ты считаешь, что кто бы ни пришел, пришли бы другие, более молодые инициативные люди, было бы то же самое? Если придут более другие инициативные люди, это означает, что процессы экономические в кировской области поменялись. Вот сначала, что меняются экономические процессы, приходят инициативные люди. Или все-таки приходят инициативные люди, меняется экономический процесс, а? Ну, курица или яйцо в данном случае. В данном случае у нас не получится курица, это все яйца. У нас получится очень просто. Нет развития, нет какого-то движения, ничего расти не будет. Для того, чтобы любое действие, те же выборы, для того, чтобы мы не состоялись, нужно четыре составляющих. Это идея, деньги, люди, структура. Вот если чего-то из них нет, или они представлены в гиперразмере, то есть очень много денег, совершенно нет идей, очень много людей и хорошая структура. Можно представить себе, что получится, да? Ой, а давай за деньги зацепимся. Давай. Ты же не первый раз участвуешь в как раз выборных кампаниях. 15-20. 15 раз. Я не помню сколько. И в этих выборах ты тоже участвуешь? Ну, конечно, да, конечно. А расскажи про деньги, пожалуйста. Вот как изменилась как раз структура портфеля, возможно, которые были потрачены на выборы и в сравнении с теми прошлыми? Ну, никак. В процентном отношении практически никак. На что тратились деньги в основном? На чем акценты делались? Акценты делались... Ну, вопрос нет. Дело в том, что каждый выбор еще зависит от нескольких вещей это кандидат сам по себе. То есть, что у человека за бэграунд? То есть, он директор завода, да? Там известный человек, он пишет на раскрученные имиджи и так далее, и так далее. То механика и разотраты пойдут, допустим, на встречу с населением и на какие-то памятные вещи, да? Ну, условно говоря. То есть, другая картина будет совершенно, если человек неизвестен, да? Вот мне в этот раз опять повезло, то есть, мне пришлось практически как бы заниматься человеком, который никому не известен был. Ну, как никому не известен, кроме друзей, товарищей, созуживцев. То есть, начинает с нуля, нерастученный персонаж, очень здорово, страшно замечательно. Представитель силовиков? Нет, нет. Это Сережа Халевин, Сергей Васильевич Халевин, который у нас УКС АВТ на Филейке. Я очень рад за него. Опять, он победил еще раз, он уже поздравит с меня. Он как человек понравился, если честно говоря. Вот. И самое главное, что было интересно, с креативом, с какими-то находками компании. Раздавали пакеты в магазинах с надписью «Филейка верит тебя, Сергей Халев». Выдавались они в обысках, в магнитах, в этих самых местных магазинах. В пакетах что-то было? Нет, зачем это? Просто упаковочные пакеты на кассе в магазине выдавались символикой кандидата. Это надо было договориться с сетями, да? Ну, естественно, конечно, официально, проплачено, договорено. Все очень хорошо, избирком не предъявляет нам претензии на какие-то не предъявили. То же самое, до этого движение «Красивая Филейка» выдавало крышки для консервирования с надписью «Программа благоустройства Халевин 33 двора». Тоже замечательно, в очередь там стояла, все в порядке. Вот. То есть масса вещей и, ну, мне нравится. И его хорошо сделали, хороший плакат, где он в каске, прекрасно слышали. Какой слоган? «Филейка верит тебя». Мне нравится, очень хорошо. И люди восприняли это очень позитивно. Причем мне что понравилось, это люди понимали, или вообще понимают отношение к ним. То есть, ну, конечно, обманываются, конечно, они прибывают в иллюзиях, но тем не менее, когда они понимают, что их не собираются обмануть, что с ними пытаются говорить, им пытаются что-то от внесения, реагируют хорошо. И, конечно, поквартирное вот это святое дело. Кто ходил по квартирам? В коллегу находил. Он сам ходил. Конечно. Ну, вот в нашем, мы здесь разговаривали с Алексеем Кузьминым, который выборы проиграл по своему округу. От кого он шел? Одномандатный? Это одномандатный округ «Справедливая Россия». Он говорит, что обошел три тысячи квартир. И за него не проголосовали. За него не проголосовали. Причем по своему округу, по-моему, то ли четвертый, то ли пятый. При этом Алексей рассказывал, что едва ли не каждая шестая, если не девятая квартира, только говорили, что они будут голосовать за «Единую Россию». В итоге результаты выборов очень удивили его. Вы тоже ходили по квартирам. Ну да. Какая история там была? Нет. Ну, во-первых, не говорили, что мы от «Единой России», хотя он шел по списку. Не по списку «Единой России», но он член «Единой России», вступил перед выборами. Но мы не собирались акцентировать этот, во-первых, момент, что мы от этой партии, потому что он выбирал сам по себе на собственную. А почему историю с партией не использовали? А потому что человек не обстрелянный, грубо говоря. И если бы он сходу говорил, что он единоросс, то его бы засовывали в воображение, засовывали в формат вот этого чиновника, который пришел. А он не мог этого сделать. Он не профессиональный политик, никогда не уступал ничего. Он прекрасно себя чувствовал в том имидже, который ему был близок. Он действительно юрист, действительно строитель. Без сказки, правда, ходил. Но ему ничего не надо было выдумывать. Тот вопрос благоустройства филейки, с которым он вышел, он разбирался в нем прекрасно, потому что это его профессия. Все. Больше он ничего не знал, не понимал. У него прекрасная биография. Папа и мама работали на АвиТеке, действует ВУКС, АвиТеке. Я повторяю, фактически в предыборной лечевке. Да. Интересно. Все было сделано. Мне очень нравится. Просто прекрасно. Компания была сверстана грамотно, четко, аккуратно, правильно. Поэтапно было правильно все распределено. И встречи с дворами, и встречи с коллективами. Во дворах что говорили? Там обсуждалась программа благоустройства. Вот это федеральная программа. Конечно. Там же вся фишка в том, что для того, чтобы федеральная программа работала, все, что нужно сделать – собраться двором, составить смету, дизайн-проект, все это отправить в администрацию от двора. И тогда только финансирование двора будет включено. Но для того, чтобы собрать двор, сделать смету, сделать дизайн-проект, нужны люди, усилия и время. Сами по себе люди этого или же не хотят, или же не понимают, или же надо очень долго объяснять. Халевин сделал примитивно просто, он просто взял эту задачу на себя и заявил, что да, я буду это делать. Аплодисменты. Да, да. Чисто. И что, и вот эти 33 двора получили тут же собрание, проект и заявление на участие в… Они получат в этом анекдоте, это не трудно. То есть они еще не получили этого даже в руки? В 2018 год это получится все. То есть сейчас… Нет, я имею в виду, что… А ушли проекты, то и заявки ушли уже в администрацию? Конечно. Смотри, заявки собираются в администрацию через месяц-два. То есть нет, там… Они уже принимают их? Конечно. Администрация уже их принимает? Она их будет принимать. Подожди, я хочу понять. То есть он приходил. Да. Он говорил, я вам помогу через месяц-два. Да. Собирается инициативная группа. Инициативная группа, которая должна с жильцами принять решение о том, что… Да это мы поняли. А кандидат-то ваш, когда приходил во двор, он приходил, уже их собрав, уже сказав, что вот, ребята, у вас проект, смотрите, вот уже заявку, я ее сейчас справляю. Нет. Или он сказал, вы меня выберете, и через пару месяцев я отправлю вашу заявку от администрации? Он им объяснял, что есть эта программа… И все? Светочка, есть эта программа, которая… И все? Конечно. Да мы с Аней Лапшиной здесь каждую неделю этим занимаемся. Никто нас в депутаты не выбирает. Света. То есть он просто пришел и рассказал ровно то же самое… …что рассказывают все чиновники и мы, смешники. Значит, делается как? Для того, чтобы… Ну, это прописная истина, не лишний повтор. Вот ты собрала собрание где-то дворе, да, тусовку, массовку эту… Ты людям на этом собрании раздай в руки памятку с телефонами, адресами, портретом, биографией и призами. И объясни, что, ребята, вот этот телефон, вот я, вот эта программа, обращайтесь. А через две-три недели еще раз их собери. И объясни, что к такому-то сроку примерно будем делать вот это. А почему он не сделал это уже? Вот, например. Когда? Если через три недели он собирался, за три недели все три двора могли получить и проекты, и заявку. Не то исключено. Почему? Технически, посмотри. Ну, технически возможно. Ты представляешь, это собрать сначала… Имея такой ресурс, как у Севитек, возможно? Нет, нет. Посмотри. Те нужно сделать, во-первых, смену. То есть, взять специалиста. С этим двором. Это должна быть заявка от жителей. Договоренность с компанией. В общем, я поняла. Они получили обещание. Конечно. Они получили обещание, и дай Бог, возможно, сейчас его избрав… Как зовут еще раз? Халявин. Халявин. А зовут его как? Сергей. Сергей. То есть, его избрав, они вроде бы теперь могут с него что-то требовать. Конечно. А требовать они могут уже где-то в сентябре-октябре, иначе поздно будет. Конечно, конечно. А вот мы посмотрим, сколько филейка получит – 33 двора или не 33 двора? На пять лет она получит 33 двора. Вот, по крайней мере, нам теперь известно, вот нам теперь известно нашей радиостанции, что можно Сергея Халявина требовать в октябре. Халявина, прошу прощения. Халявина. Хоть с одного депутата понятно, что можно требовать. Значит, я думаю, не сентябрь, дайте ему отдохнуть, я думаю, октябрь-ноябрь. Как бы не опоздал, потому что федеральная программа уже все заявки получит, я думаю… Учитывая, что работали мы вместе с Бычковым, который территориальное управление… Ага. Ага. Да, конечно, конечно. То есть там еще ходил человек от территории управления. Замечательно. То есть все было сделано так, чтобы ничего не… Вот все, что… И существует программа. И эта единица – это программа фактически Халявина. Все. Класс. Нравится? Да. Класс. Это Владимир Маматов. Его особое мнение. Мы сейчас разбирались в тонкостях технологии обработки избирателей. Нет. Ну, смотри, обработка… Работы с избирателями в предвыборный период. Ты все правильно сказал – обработка избирателей, но… Но. Нюанс в том, чтобы одновременно совпало несколько вещей. Это эмоциональное составляющее, да. Если неприятно тебе человеку, да. Ну, внешне, физически, да. То есть, как бы, говоря… Он хорош собой. Молот высок. Молот, совершенно правильно. Молот. Я помню его, да. Молот высок. И самое главное, он просто, как правило, как Ленин, да. Человек, который интересен. Человек, который эмоционален. Человек, который четко знает, о чем мы говорим. Это прекрасно. Ты мне скажи, пожалуйста, ты-то появлялся на этих собраниях? Нет, на собраниях я не появлялся. А то я думала, если еще Владимир Маматов на собраниях… Нет, нет, нет. Я с ним только обходил квартиру. С вятским классом. Я обходил квартиру. Поэтому вариант был, естественно, вятский класс. А, ну, прекрасно. Привет, Сережа. Там все хорошо. Терруправление Сережей и Владимир Маматов. Вот рецепт успешной борьбы на выборах. Сейчас на две минуты прервемся. У нас реклама. Продолжает программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Зайнко. Свое особое мнение сегодня высказывает коммерческий директор газеты «Репортер» Владимир Маматов. Я сказала, политтехнолог успешный. Тот, кто обеспечивает успех на выборах любого масштаба. Ну, не любого. Я от президентских. Ну, только что ты в перерыве заявил, что дай мне избрать всю городскую думу. Я их сделаю. Кировскую городскую или ОЗС или губернатку кировскому не проблема. Во-первых, я знаю этот регион очень хорошо. Ну, хорошо я его знаю. Во-вторых, я понимаю людей, которые здесь живут. И в-третьих, ну, я немножечко маленький опыт у меня есть. Все. Чего хотят люди из этого региона? Чего хотят люди? Стабильность? Удобство? Стабильность в чем? Мы и так стабильно плохо живем, молодцы. Стабильно плохо это, Света, смотри, вот 5 или 7 лет назад. Все было до кризиса, даже раньше, до кризиса восьмого года. Ой, когда совсем все было хорошо. Жирные двухтысячные, ты имеешь в виду? Вот, знаешь, офф-топ с дявой маленький, то есть, весной восьмого года, мы одному из своих приятелей, богатому человеку, да, я говорю, слушай, не нравится мне ситуация, ну, просто очень не нравится. Какое-то мне предчувствие нехорошее, что-то манитонное. Да это Америка, да ты видел, да у нас, да у нас, причем человек с деньгами, он должен прогнозировать по идее рынке. Весной я услышал совершенно другую, то есть, осень я услышал совершенно другую песню. А месяца за два до кризиса предприниматели гораздо меньшего масштаба и говорили, господи, да успокойся, да он на цену не был, да все прекрасно, да все замечательно. Через два три месяца, естественно, он начал петь о том, что все погибло, все пропало, гиф снимают, клиенты уже. И люди помнят, как было хорошо семь лет назад, но не помнят, как было плохо пятнадцать лет назад. Вот сравни нынешний уровень, да, с уровнем, допустим, двадцатилетней давности, ой, ребята, может быть, это как-то фитилечек-то подкрутить, да, потому что историческую память стоит иметь. Перед тем, как говорить о том, что там упало уровень, упало, там подняли, мы живем хорошо. На самом деле… Особенно по сравнению с сорок первым. Ну, я думаю, что… С семнадцатым. Нет, я думаю, что если мы возьмем… Девятьсот пятым. Каким еще? Света, сразу Мамаева-поповище какое-нибудь, да. Да, давай заглядим. Все, там мы увидим вообще картину, которая… Древний мир поднял. Совершенно правильно. Нет, вопрос перспектив раз, и вопрос ощущения того, что твои результаты приводят к результату. То есть твои усилия приводят к результату. Если люди видят, что это безрезультативно, да. То есть они делают усилия, но они… Прости, давай попросим, объясни, пожалуйста. Кировчане голосуют за стабильность. Какую стабильность? Стабильность какую, в чем? За возможность… Финансовую, безопасность, экологическую, чего-то… Экологическую эпоху, понимают кировчане. Экологическая не та карта, которую надо разыгрывать. Да, стабильность доходов, стабильность управления. Стабильность в плане соблюдения каких-то правил всежития. Каких? Каких? Света, ну никого не взрывают, не стреляют… Все-таки безопасность. Безопасность. То есть хорошо играет на руку здесь федеральные каналы, которые нам без конца транслируют, правда же? Теракты, Америку, вот это вот все. И нашу, и нашу военную мощь. Ну, наша военная мощь – это скучноватая штука достаточно. То есть она существует… Хорошо, безопасность и зарплаты, лишь бы не падали. Да. А когда им обещают, что еще будут расти, то это уже хорошо, это стабильность. Да, да. У нас… То есть, когда приезжает замминистра образования и говорит, учителя на своем, значит, предсовете ежегодном ни один не пожаловался, это значит, что майские указы выполняются, и у вас все хорошо. Учителя зарабатывают все больше и больше. Учителя зарабатывают просто сказочные деньги. Да, в медицине у нас тоже все хорошо, мы развиваемся. Лес прекрасен тоже. Лес прекрасен. Он растет, его рубят. Вот. Ну и дороги делаются. Дороги делаются, да. Ну все, конечно, мы гласим. Они делают, ну, тут начинаются уточнения, да, то есть, все вот эти предвыборные лозунги, там, это растет, это улучшает. Если взять где-то в отдельном районе, там, показатели, то выясняется, что да, это правда, действительно что-то происходит. Действительно так. Да. Остается не так много времени, я хочу тебе напомнить, вернуть тебе пару твоих фраз, которые ты сегодня уже произнес. В самом начале ты говорил, когда упоминали Игоря Васильева о том, что вот он избрался, это была неожиданность. То есть, я думаю, что и следующим губернатором будет тоже он. Это ты сказал? Ну, это я отчасти пошутил, потому что я не думаю, что Игорь Владимирович хочет на второй срок. Вот у меня нет у него такого ощущения, мне кажется, ему бы в Москву бы быстрее и обратно. А в какой части не шутил ты? Не шутил я в том, что меня он устраивает как губернатор. Как это очень не смешно. Как это очень не смешно, он меня как губернатор устраивает. То есть, да, это чиновник, да, это слушабист, да, это человек Москвы, но при этом для Кировской области может быть это далеко не самый худший вариант. Вопрос у него и с элитами, и с поддержкой, и с информационной работой. Можно очень много чего говорить. Но это год, другой, третий, и посмотрим. Теперь ты еще сказал, что Дума – это декорация и бутафория. Для кого и для чего? Все выборы бутафории. Значит, Света, что это? Мы говорим о городской думе, конечно. Нет, мы говорим вообще о любой думе. И государственной думе. Да, конечно. Ну, посмотри сама. Ну, что такое власть? Власть – это система созданная для сохранения доходов и положения определенной группы людей, которая забралась наверху. Так было всегда, и так всегда будет. То есть, для того чтобы, и все эти выборы – это механизм управления, шоу, без разницы как его называть, но это и то, и то, соответственно, для того чтобы обеспечивать и этой группе населения те же преференции. Все. Это механизм, работающий на власть. И он не может быть другим. Вопрос, насколько хороша эта процедура, насколько это разумно, и насколько разумна сама власть. Все, я тебя поняла. Вот я сейчас как обыватель с тобой разговариваю. То есть, это дума для тех, кто у власти. Хорошо. Тогда очень интересно твое мнение по той кандидатуре, которая будет выдвинута на главу этой думы. Кто с кем будет бороться? Сольется ли Сураев, который заявлял, что он хочет быть мэром? Будет ли Ковалева, который считает ставленницей крепостного, или будет третий персонаж, четвертый, пятый? А, ставленник Васильева, о котором тоже говорили не так давно, он был на «Красном наблюдателе». Сейчас найду. Просто этой интригой я не интересовался, и она не знакома мне. Нынешний министр ЖКХ в правительстве Кировской области сейчас. Он у нас тут не был, поэтому я их запомнить никак не могу. Ну так что ты скажешь по поводу мэрства? Нет, по поводу мэрства не знаю. Одни люди убеждают меня в том, что крепостного это совершенно не нужно. Просто категорически не нужно. Я склоняюсь к их точке зрения. Но Ковалева там есть. Другие люди... Она не сама пошла, мы понимаем. Женщина в главе Кирова это... Ну это... Я-то все время за это... Свою пребитофил. Я понимаю, извините мои сексистские высказывания, но женщина в главе Кирова не надо. Ну ты же говоришь, что бутафория, какая разница? Женщина, мужчина, андроген какой-нибудь? Ну не скажи управленческие... Нет, извини меня, пожалуйста. Вот ты как настоящий обыватель путаешь теплое с мягким. То есть одно дело у тебя управленческая должность, да? И другое выбор. Выборы мэра произойдут, если я правильно помню, среди депутатов. Правильно? Конечно. То есть я вот... Что меня больше всего бесит Кирова уже не один год, это отсутствие прямых выборов мэра. Потому что в моем понимании губернатор должен быть на назначение из Москвы. Вот бейте меня, кидайте меня. Кировчане дорогие, делайте что хотите. Но я считаю, что для региона лучше всего, если человек из Москвы назначен сюда. Все. То есть проводит... Губернатор. А мэр? А вот мэра должны избирать сами кировчане. И вот этот тандем, пусть они бодаются, пусть они выясняют, пусть как-то притираются друг к другу. То есть между этими двумя началами, разными по знакам, да, будет происходить что-то позитивное. Так все-таки какая властная структура, приезжие с губернаторской командой люди или местные олигархи... Нет, выиграют местные. Местные выиграют. Местные выиграют. Да. Местные выиграют, потому что, во-первых, губернаторская команда своба, она объективно своба, там далеко не все устоялось. Насколько у меня ощущение, что там часть людей покинет, часть людей придет, там все очень нестабильно. Они не будут заниматься городом? Нет, не в этом дело. Я думаю, что они будут заниматься городом, но для того, чтобы они... Люди, которые занимаются городом от местных, они сильнее, перспективнее, увереннее себя чувствуют, они знают лучше. Сураев будет бороться за это место? Я бы ему очень сильно не советовал. Почему? Почему? Потому что, ой, сложно объективировать это ощущение, но Василий Куприянович, во-первых, со своим заявлением, что, ну, это очень смешно потом, ну, для меня смешно, когда человек за месяц или за два месяца до выборов вдруг заявляет, ага, у меня есть предвыборная фишка, я вам сейчас скажу, что правильно, я вам скажу, что я буду мэром, и вы проголосываете за меня, лохи. Лохи. То есть ты считаешь, что это было заявление... Я считаю, что это предвыборный период. Паровоза. Да. Это предвыборный период. А сам он не готов войти? Я не понимаю, каким образом директор молочного комбината, ну, я чуть-чуть представляю себе объем работы, ответственности и задачи, которые стоят перед собственником такого предприятия, да. А для того, чтобы работать мэром Кирова, надо забыть про свой собственный бизнес и заняться только и исключительно городом. Я не понимаю, как можно одновременно быть директором крупного завода и одновременно возглавлять городом. Хорошо, мы поняли. Мы поняли, что... Если у него есть управление, с которым поставят на заводе, я бы хотел посмотреть на этого человека. То есть Дума будет использовать местные олигархи и именно они будут выбирать мэра. Васильев здесь не сможет повлиять. А по-другому как-то было до этого? Мало ли, вот и были же, что вмешается губернаторская команда. Теперь ты уже упомянул, у нас остается буквально минута, ты уже упомянул, что сейчас начнутся активные перестановки в областном правительстве. Я упомянул, что не активные перестановки, а какие-то люди придут, какие-то уйдут. Я не знаю кто. Ну, судя по каким-то обрывочным сведениям обычно, обрывочным слухам, я думаю, что да, они произойдут. Во-первых, у нас инаугурация, если я правильно помню, во вторник. То есть после нее будем смотреть на кадровый состав. Зависит от того, насколько Васильев надолго здесь состав основался, насколько он собрал все-таки здесь чем-то заниматься. Так, плотненько, да. Кто будет, кого он подтянет. Так он все-таки пять лет прослужит здесь? Мне бы хотелось, конечно. Ну, он мне симпатяга. Он мне просто... Просто симпатяга. Совершенно правильно. Как на предвыборном плакате. Ну, хотя на своих плакатах я, не знаю, как-нибудь не удержусь. Команда политтехнологов не нравилась. Слабой казалось Маматову. Но то, что они сделали, фоточку на плакат сделали хорошее. Нет, фоточка на плакате меня смешит. Потому что... А, точнее, нет. Они же подкорректировали все. Правильно. Первые плакаты, которые они повесили, Игорь Вадимович был добр. Просто дослюно отделили. Серьезно. То есть, паток одна. А сейчас он вполне такой посерьезневший. Сделаем кировскую силу сильной вместе. Ну, хреновенькие слабые. Умные. Все хреновенькие. Ну, нормально. Да? Маматову нравится наш губернатор. Пусть посидит. И подольше. Может быть, даже на второй срок пойдет. Света, я тебя умоляю. Не иронизируй так сильно. Коверческий директор газеты «Репортер» Владимир Маматов. Был сегодня в программе «Особое мнение». Болок, большое спасибо. Всем хорошего дня. Время. Уважаем. Пусть выросли. Уcro. Актуал.